Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и сегодня мы в гостях у Александра Профатилова, сопредседателя регионального штаба ОНФ Хакасия. Здравствуйте, Александр Дмитриевич. Добрый день. Три года прошло с тех пор, как Владимир Путин подписал так называемые майские указы. Не так давно власти отчитались о том, что 80 процентов этих майских указов выполнено, а вот в Народном фронте считают, что лишь пятая часть указов в целом по стране выполнена так, как задумывалось. Расскажите, как на фоне страны выглядит наша Хакасия. Во-первых, хотелось бы сказать, что глава государства, лидер Общенародного фронта Владимир Владимирович Путин провел заседание комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России, где отметил, что отката назад в решении майских указов нет и не будет, и необходимо искать резервы. И выразил надежду, что участие граждан в контроле за реализацией этих указов будет расширяться. Общероссийский народный фронт продолжает мониторинг качества исполнения майских указов. И, как вы уже отметили, только 20% отмечено, что сняты с контроля, как указы, которые исполнены полностью и не требуют дальнейшего контроля за исполнением. В республике у нас существует интерактивная карта, которая создана Центром независимого мониторинга исполнения указов президента, народная экспертиза. И вот эта карта показывает то, насколько исполняется каждый из указов президента. Ее любой гражданин может увидеть на сайте Народного фронта. И как выглядит республика, от красного, это значит плохого, до зеленого, хорошего, есть еще два промежутка желтых. Желтый путь к улучшению и желтый путь к ухудшению. От республики Тихокассии в мониторинге состояния исполнения указов президента приняли участие более 150 человек, которые своими ответами дали возможность установить именно то состояние исполнения указов президента, которое оно и есть реально у нас в республике. Выглядим, еще раз хочу отметить, и красное есть, это то, что не выполняется, но есть, конечно, и положительное зеленое. В целом республика находится в твердой середине исполнения указов президента. И пути для решения поставленных задач еще есть. Ну давайте остановимся на красных точках, так называемых. Что это у нас? Что у нас еще требует доработки? Красными точками у нас являются, это первое здравоохранение остается под пристальным вниманием и народного фронта здесь у нас в республике, но и в целом в России, потому что вопросы по здравоохранению, они как раз будут рассматриваться на ближайшем форуме, который состоится в июне. И с этими предложениями как раз по нерешаемым вопросам наша делегация будет участвовать в форуме. Красной точкой является и исполнение указа по капитальному ремонту зданий и сооружений жилищного фонда. 79 зданий были внесены в список капитального ремонта, а после проверки их на ремонтопригодность было принято решение, что их нецелесообразно ремонтировать, и они подлежат сносу и жильцы расселению. Вот из-за этого показателя, что 79 домов были включены в этот список, мы и попали сразу же в красную зону, то есть неэффективно мы отработали в этом направлении. Ну давайте вспомним ситуацию в Вершине Теи, где зарплаты работникам культуры были задержаны, люди готовы были выйти на голодовку, как сейчас там разрешилась эта ситуация? Ситуация разрешилась в Вершине Теи, но она продолжает быть напряженной по простой одной причине, что ведь только часть заработной платы выплачена, и то за счет в основном того, что был взят кредит главой поселкового совета, и этими деньгами закрыты только долги практически до конца прошлого года. И ситуация остается сложной, связана с тем, что задолженность, которую имеет перед администрацией рудник, не гасится, и остается еще проблема в этом вопросе. Какими достижениями мы можем гордиться? Зеленую точку хочется отметить в том, что у нас именно предоставление госуслуг населению попало в зеленую зону, то есть все госуслуги у нас оказываются эффективно и своевременно. Это работа одного окна, это работа центра у нас по дружбе народов в районе гостиницы «Дружба». Могу сказать, что лично прошел через регистрацию Росреестра земельных участков, и вы знаете, просто было приятно не находиться в очереди и не ждать оформления документов в длительный срок. Это действительно показатель, который раньше был проблемным. Не так давно страна отметила 70-летие победы в Великой Отечественной. Большая работа в преддверии праздника была проведена и вашим фондом. Расскажите о ней. У нас, конечно, очень грандиозные мероприятия были проведены, масштабные, и требовали не только финансовых затрат, но и требовали личного участия наших граждан, наших руководителей, с чем, я считаю, справились вполне успешно. Ну, а Народный фронт выступил инициатором присвоения нашим образовательным учреждениям звания Героев Войны. Этим увековечивается память Героев Войны и в то же время является стимулом к развитию патриотического воспитания среди молодежи. Ведь ходить в школу имени Героя Советского Союза почетно и заставляет задумываться о том, какой вклад был внесен этим человеком в годы Великой Отечественной войны. И хочется, я так считаю, не посрамить его имя в своей учебе, в своей деятельности. Конкретно у нас школа в Черногорске получила звание Героя Советского Союза Рубанова Петра Акимовича. Он еще у нас живой герой Советского Союза, проживает в Запорожье. Мы с ним связывались, получили от него официальное согласие на присвоение школе, в которой он учился, его имени. И в торжественной обстановке, в канун Дня Победы, мемориальная доска была прикреплена к стене школы. И школа теперь носит имя Героя Советского Союза Рубанова Петра Акимовича. Но вы проводили инспекции памятников и мемориалов. Да, значит, Общенародным фронтом в канун Дня Победы был проведен мониторинг состояния захоронений и памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне. То есть это героям Великой Отечественной войны, это погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Одной из проверок, это была проверка Черногорского кладбища, где захоронены летчики Бермской авиационного подразделения, школы. Было, конечно, неприглядно то, как предстало перед нами эти захоронения. Но вмешательство позволило привести все это к Дню Победы в порядок, за что мы, конечно, благодарны Черногорскому, Черногорской администрации, что они оперативно включились в эту работу и 9 мая привели в порядок. Сейчас в республике у нас начинается массовое строительство. Вы будете следить за его ходом, контролировать как-то эти работы, распределение денег? Мы предложили включить состав по распределению и финансовой, и материальной помощи представителей штаба регионального нашего Народного фронта. И будем, конечно же, не только, скажем, контролировать то, как выполняется ход восстановительных работ, а будем, как правило, общаться с людьми и понимать те проблемы, которые возникают у людей. Потому что нас интересует не число написанных отчетов и поданных отчетов, а то, насколько изменились условия жизни людей. Это основная задача Народного фронта в ее работе. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok